Всем привет! Под роликом о трансферных бюджетах чемпионатов большой пятерки мы столкнулись с огромным количеством комментариев, которые касались китайской суперлиги. Поэтому мы решили сделать отдельный обзор этого турнира, который дебютирует в FIFA 19. Кстати, если ты все еще не подписан на Кибербол, самое время исправить это недоразумение. Смело жми подписаться и присоединяйся к нашей дружной компании. Главный вопрос, касавшийся китайской суперлиги – много ли денег у местных клубов в режиме карьеры? И да, и нет. В целом, времена большого транжирства китайских клубов немного ушли в прошлое, но для многих любителей футбола местная суперлига ассоциируется с серьезными тратами на трансферы. В режиме карьеры финансовые дела команд обстоят так. У Бей Цзин Гуань – 62 с небольшим миллиона евро. У Бей Цзин Жэнь Хэ – 3,2 миллиона. У Чан Чун Я Тай – 5,3 миллиона. Трансферный бюджет Чун Цинь Ли Фань составляет 9,6 миллионов. У Далянь И Фан – 22,5. Почти 54 миллиона у Гуанчжоу Эвергрант. У Гуанчжоу Фули – 10 с небольшим миллионов. В активе Гуй Чжоу Чи Джен – 11,3 миллиона. У Хэ Бэй Чайна Форчун – 22,5 миллиона евро. У Хэ Нань Цзян Йе – 14 с небольшим миллионов. У Цзян Су Су Нин – 37 миллионов евро. У Шань Дунь Лунэн – 14,5. У Шан Хай Шэнь Хуа – почти 27 миллионов евро. У Шан Хай Тэ Лэйс – 24 миллиона. Тянь Цзинь Тюань Цзянь немного не дотянули до 24 миллионов. И 16,8 миллионов на трансферы у Тянь Цзинь Тэда. Как видим, начав карьеру в некоторых клубах, вполне неплохо можно будет потратиться на приглашение европейских звезд разной величины. Тем более, что лимитом на легионеров в FIFA 19 вас никто не обременит. Что касается привлекательности сборки состава из китайской суперлиги в Ultimate Team, то дела там обстоят так. Самым крутым игроком с рейтингом 85 является Паулиньо. За ним следует Караско с рейтингом 83. Рейтинг 82 у испанца Хонатана Виеры, аргентинца Нико Гайтана, бразильцев Талиски и Оскара. На один пункт меньше еще у парочки бразильцев Ринату Аугушту и хорошо всем знакомого Халка. А также у француза Антони Модеста. Рейтинг 80 у израильского хава Захави, аргентинцев Маскирану и Фернандеса и бразильца Пато. Из видных персонажей, не дотянувших до 80, отмечаем Лавеси, Тейшейру, Эдера, Грацану Пелле, Эрнанеса, Игало, Гуарина, Тардели и Ба. В общем, интересными легионерами чемпионат Китая более чем насыщен. Ну а качество местных звезд в FIFA оставляет желать лучшего, как собственно и в жизни. Лимит на легионеров искусственно завысил цены на китайцев и их зарплаты. Кстати, прикольным вариантом для игры в Ultimate Team могут стать формы китайских клубов. На спине фамилии игроков там написаны иероглифами, поэтому вполне возможно там могут быть и не фамилии, а какие-то ругательства. Но мы надеемся на добросовестность разработчиков. В общем, для любителей футбольной экзотики Лига придется ко двору. А как ты относишься к появлению китайской суперлиги в FIFA? Хотел бы играть в ней карьеру? Давайте обсудим это в комментариях. Ну и не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!